а все виду изменилась кнопка записи абсолютно надо же как очень непривычно всем добрый вечер всем кто записи подойдет мало ли вдруг на нашу встречу тоже добрый вечер хорошего запустим дальше чем у тебя есть свой коврик и так ребят тем у нас сегодня конечно такая очень неординарная очень необычная отчасти но в первую очередь бы хотелось бы конечно ну где-то даже наверно поздравить нас всех что мы вошли в такую фазу в которой наверное час зерна от левил буду в душе у каждого хорошо расплаиваться будет обнажаться многие вещи которые действительно вот покажут нам какое-то положение в пространстве и времени и вот и дадут возможность двигаться дальше наверное вот в этом плане любые испытания любые времена как это говорится тугие годины когда другие годины наступают как раз лучшее время для любого роста особенно что связано с душевным ростом и духовным ростом мы конечно во всех ситуациях и раньше и сейчас будем точно также придерживаться нашей линии будем держаться именно того что вся сейчас информация которая идет она действительно умножается отрицательным значение к сожалению больше информационных новостей которые с отрицательным значением сыплются на 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 наши все структуры энергетическую структуру телесные структуры наши слышит это все и видят это все эмоционально мы переживаем какие-то моменты тоже проходят нас и это абсолютно естественно как живые люди мы реагируем остро на все и конечно все это но когда идет большое суммарное количество этих минусов так назовем конечно в сумме это ну рождает некое такое негативное поле можно назвать как это еще может деструктивное пространство в принципе и все было бы здорово если вы скажем так это на нас ну скажем так мимо пролетала что ли но пролететь мимо это невозможно потому что люди живые и все практики которые мы предлагаем все способы которые мы предлагаем арт-терапевтические творческие они все будут связаны с тем чтобы убрать вот тут тропинку можно даже так сказать что вот ту привычку которая сейчас может нечаянно зародиться такая привычка когда негатив становится но ожидание негатива ожидание новостей негативных становится уже каким-то даже таким привычным действом потихоньку на меня будет поджимать вчера были у детей занимались с детишками в интернате получилось необычное конечно действие но в наше время необычное уж как-то после пандемии был момент что мы потихоньку уже стали скажем так кто все больше и больше переходить на онлайн ские вещи а тут вот нам все-таки удалось сделать удивительный проект раз с рисованием с детьми ну и я вернусь еще к моменту того что все что мы сейчас будем создавать все что мы хотели бы вам дать как вариант когда действительно может нет красок может быть нет кисточек все что будем делать дальше с вами и предлагать вам это используется будет как некая помощь некая такая но подспорья не сорваться на те рельсы на которые нас сейчас упорно вытягивает упорно вытягивает практически по всем по всем структурам основных наших систем вот мы не не раз говорили тоже вот я сейчас немножечко слегка так пробегусь так схематично отображу этот моментик тоже чтобы потом нами на нем показать некоторые нюансы в принципе ребята что сейчас вот эта система я вам покажу вот если взять некую сферу нашей структуры человек человеческого сознания человеческого бытия человеческой жизни мы нередко говорили что все наше существование в этом мире в этом теле она завязана на 3 уже таких у нас называли их 3 3 коня как бы тройка наша это духовная структура которая взращивается у нас внутри это телесная который мы получаем от наших родителей и душевная который мы формируем вот это вот структурка которая нас образуется душевная духовная и телесная они сейчас все но получают такие спонсируются как бы отрицательными значениями то есть вот эти вот минусики информации которые сейчас все больше и больше и больше они действительно формируют некая но нейронную тропинку нейронная тропинка привычного ожидания новостей определенного характера вот с этим минусом на уровне духа на уровне душевных полу наших элементов на уровне телесных информационных структур все это вот идет и наращивается я как бы так немножко снова повторюсь и где-то нашей задачей в творчестве созидательном процессе будет как раз перри описывание вот этих вот отрицательных элементов в эти плюсики то есть переписать их можно именно созидательным потоком мы об этом всегда говорили и будем говорить дальше это наверное единственное что нам пока что оставлено как некая мы даже не знаю спасательный круг это будет громко сказано конечно хотя отражать может в принципе но в момент когда мы созидаем любое творение любое абсолютно мы переключаемся через вот какой-то ну скажем так барьер вот этих всех минусов мы переключаемся на какое-то любование лицезрение красоты чего-то красивого чего-то великолепного и наше внимание она отвлекается отвлекаясь от того на что нас упорно пытается скажем так структура внешнего мира переключить я не буду повторять на эту фразу где наше внимание там наши энергии она в принципе уже такая заезженная стала но внимание действительно когда мы концентрируем внимание на каких-то вещах чуть больше и глубже мы начинаем испытывать некую привязанность к тем вещам на которые мы концентрируем внимание и если это будет внимание перенаправлено как раз вот на эти отрицательные элементы которые идут по всем структуркам привязанность к ним конечно чревато но это большая роскошь привязываться к негативным структурам хотя конечно где-то культура страдания у нас прививается феноменально десятилетий и это конечно на часть нашего быта быта даже становится построить нашу встречу надо так что если будут вопросы какие-то даты вы задавайте чтобы у нас беседа текла вот как я полагаю что здесь у нас о курсе которые одна из целей задачи курса возрождение преображения они том числе но пока больше даже ситуации сейчас пока что сам момент ситуации как раз одна из систем что мы будем делать уже в курсе преображения как раз это преобразовывать наши привычный ход потоков мыслей вот именно в положительный момент то есть мы будем менять все отрицательные паттерны в том числе на некое уже в том числе доверие миру в том числе и доверие миру переписывание как раз через вот эти всех наших элементов негативных структур визуально будем их переводить некий позитив потому что ну здесь это наверное будет ну где-то даже главенствующим таким элементом который способен прекратить эту тропинку протаптывать вновь и вновь вот эти тропинки которые можно обозвать нейронными цепочками нейронными сетями нашего поведенческого момента рождающими привычки именно вот это так вот слегка я подошел сразу нашей системе преобразования и на всякий случай тоже бы хотелось вот учитывая что наши этой встречи будут присутствовать наверное те кто не знаком с нашей работой я бы хотел тоже где-то повторить может быть где-то какие-то моменты сделать для вас скажем так саму структуру нашего подхода школы и вообще нашего ну скажем так наша философская система тем более что где-то наверное вот сейчас это становится по другому даже звучать и под совсем по-другому воспринимается вся наша система и наша структура мы уже много лет но не одно десятилетие уже третье десятилетие на подряд транслируем мир что каждый человек имеет возможность попадать в некое состояние некоторые психологи называют это состояние потоком некоторые психологи называют это состоянием ресурсным там разные моменты некоторые художники называть крылья феи или крылья вдохновения и муза когда который уносит человека вот то состояние в котором как раз человек способен быть очень живым очень энергоемким очень ресурсным действительно очень сильным во многих отношениях и в частности именно душевные духовные силы похоже черпался именно из этого пространства она связана с каким-то творением творцом возможно предполагаю я что это с творцом связано и с творчеством как ни странно звучит и но это всего обозначали вот этим вот элементом знакомые многим наверное кто был на наших встречах мы обозначали на этот потенциал который у нас у всех присутствует он никуда не девается он очень ярко проявляется малышей очень ярко проявляется детей до какого-то возраста пока они немножко не взрослеют а взрослеть сейчас научились детей уже это в семь лет могут быть быстро повзрослеть бывает такое иногда но в целом дети хорошо проходит этот момент до поры до времени и вхождение в это состояние вот состояние вот этого потока вот этого потенциального такого бесконечного ресурса силы энергии возможности и так далее творчество в том числе мы всегда говорили что возможно через потенциал некого интереса любопытства создание красоты созидательной энергии можно так это тоже назвать когда мы созидаем что-то красивое когда мы приобщаемся вот к этой не знаю вселенской силы творения вот как только что-то мы творим прекрасное и хорошее и красивое вот она сразу начинает в нас зацеплять есть объективные моменты субъективные моменты ощущение прибавок потоки вы можете почувствовать себя в этом потоке когда у нас в нем как раз происходит такая своеобразная потеря времени субъективная когда прошло там 10 минут а на самом деле два часа пролетело бывает такое бывает вы были усталые попав этот поток у вас появляется сила энергии как раз в наше время сейчас наверное это один из моментов что через силу через не могу через невозможно приходится выбирать уже реально выбирать либо мы с элементами деструктивными остаемся либо как барон мюнхгаузен себя за волосы из болота сами же себя и вытягиваем вот это вот связочка как раз вот сейчас наверное самая такая вот актуальна как раз вот это вот явление выход из этого состояния она как раз и уход от этого состояния связано с этим потенциалом отрицательное значение это как раз и есть любая разрушительная энергия любая сила которая разрушает это критика сравнение это пребывание в деструктивных мыслях и чувствах длительное время вот особенно в момент творения часто бывает когда создаются что-то прекрасное и тут же это полосуется полосуется своим отношением чувствами какими-то такими ой не то ой неправильно ой это не так это не эдак и так далее отчасти большинство вещей завязано на этой системе но вещах которые связаны с душой это немножко неприемлемо то есть ладно там может быть и есть смысл делать правильно где-то в правильных вещах не в потоке творчества и я это привел сейчас к тому что сейчас вот именно в нашей ситуации сейчас который происходит на нашей планете потенциал вот этой разрушительной силы уже действительно но очень мощный он слишком сильный такой накопление очень большое и сейчас наверное время такое как раз тогда хотим и не хотим но надо бы все таки уже переходить в нечто создать созидательное вот прям вот что называется через силу где-то может быть может быть даже как-то ну прям строго себя выводить вот на этот момент все изменилось не вижу как это сделать надо же не ожидал же так измениться на собачка нет я так вот и сейчас вот как раз вот то что мы будем транслировать еще сильней еще больше это вот именно переход на вот эту вот нашу рельсу нашу основную рельсу которая действительно будет вытягивать нас уже какое-то созидание время сейчас такой же действительно наверное ну более чем необходимо уже уже как бы можно было раньше творить не творить вот сейчас уже похоже на творили делов что есть смысл немножечко все таки вот этот гонку вот это остановить в принципе уже наверно более чем пора и правда полезно вот наверное вот это то что хотелось немножечко намекнуть и рассказать именно само наше отношение ко всем вещам связанные но внешне да мы взяли форму рисования но сегодня мы хотели немного поделиться еще и с тем ресурсным моментом который всегда будет при вас вдруг вся ситуация могут быть такие что и красок с кисточками может не быть всяко бывает кто знает но тем не менее при нас всегда есть еще кое-что именно наш голос именно наше дыхание оно пока еще с нами тоже является неким инструментом которым тоже можно эти вещи переправлять вот об этом тоже мы хотели поговорить голосовой практике мы хотели включить как дополнительный материал курсу преображения преображения преобразования при на преобразование того что вот стало слишком привычным преобразовать это в другое немножко вот в старой древней технологии многих элементов работы с нашими состояниями есть очень мудрое такое явление что уничтожить ничего нельзя нельзя и взять из себя что-то и вырвать можно это трансформировать преобразовать переделать полезное что-то по поводу голосовых практик там будет артерапия мы будем работать с картиной с абстракцией и будем делать голосовые практики чтобы работать с состояниями кто-то есть у нас на души до скуса голос да да я была питания еще до поделитесь потому что наверно как-то так более живое чтобы у нас было общение на самом деле но очень шоковый был момент именно в начало в начале курса голос когда у нас он начинался сеть сети известия с призывами и мобилизациями достали как раз кого-то в дороге кого-то прямо на курсе вот и так как инструмент голос помог ей работали бы вот мне просто интересно дома работали продолжаете как насколько состоянием удалось удержать есть возможность поделиться да давайте я поделюсь дальше я не включила микрофон ну конечно дома все гораздо медленнее и не так глубоко и не так эффективно как хотелось бы но в памяти отложилась периодически вспоминаю о боже надо же было все записывать все записывать вот но даже то что отложилась памяти как бы интуитивно и на практике то что отрабатывали сейчас периодически даже если мне кажется что я не помню да то в моменте тело все равно начинает вспоминать и как правило знаете мне это сейчас приходит вот как только я с природой где-то воссоединяюсь то есть на прогулках каких и все практики вспоминают но не все конечно но вспоминаются основные практики то что нужно вспоминается и начинаю как бы это все практиковать и действительно в равновесие в баланс прихожу привожу и тело и мысли и ум и дух а из самого курса хотелось бы поделиться что для меня основное открытие было свое собственное звучание и что целительный эффект в нем присутствует вот это вот до сих пор осознание приходит и до сих пор мне это кажется чудом которое там случилось и я пытаюсь это чудо сейчас вот практику в такую регулярную ввести да и наверное даже осознала когда потом вот пришло вот что внутри действительно это заложено этот инструмент есть он работает и его можно раскрывается раскрывать и звучать во благо себе во благо мира поэтому за это безмежно благодарна спасибо конечно тоже поделиться так да да ну нашей семье это дольше практика даже не один год и это стало потребностью вот а чего вот чего я хочу а сейчас вот погудеть особенно машине тогда слушаешь двигатель этому и вот она и пошла волна 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 вот или или просто выведем потом вот мне вот так захотелось можем попить то есть вот это вот то что я могу теперь перешло уже вот именно а я хочу этого хочу вот этот хочу просто пить павел николаевич пожалуйста спой то есть вот этого у нас нет что я вообще хочу сказать что пение я кстати никогда не думал что именно народное пение может так что не я люблю петь караоке мараоке все дела но вот народное пение но имеет такую вот вот глубину доступ генетическим слоям вот в результате ничего что мы же мы же здесь есть значит кто-то до нас был и эти люди они что-то видели что-то что как-то звучали и вот именно чем древнее песня тема сильнее сильнее воздействует это такой песня это такое путешествие где ты можешь быть там цветочком листочком птичкой там добрым молодцом красной девицей что-то видеть вокруг себя какие-то переживать эмоции какие-то ситуации это очень это очень увлекательное дело вот и еще еще это такое вот это внимание внешне дальше внимание внутренне такой звуковой цигун да куда пошла волна вот туда сюда а вот так как я себя ощущаю очень интересно и еще вот я занимаюсь там практиками телесными вот я отмечаю с одной стороны когда звучишь когда звучишь да вот тело расслабляется и чувствуешь по-другому и наоборот когда работаешь с телом работаешь с телом потом из практики выходишь и звучишь по другому потому что вот прорабатываются зажимы какие-то вот совершенно другое ощущение поэтому звучите я вот тоже хотела сначала было так удивительно что вот как в анапе уже не приезжаем и пойдем мы сначала поток там покайфовали кайфули поймали расслабились и вот и тело ну сейчас уже захотела а поначалу это было такое по-другому звучит а теперь я уже знаю а вот после допустим вот этой практике а я сейчас и наоборот если зажим если вот вот тут тебе все челюсти свело есть палочка-выручалочка хотя бы погудеть вот погудеть опять же это не громко ну мы в машине вот я сама себе приятная вот на своей на своем это высоте звука вот как неудобно я вот я правду делать хорошо спасибо спасибо большое по поводу вот голосовых практик вот паша хорошо сказал голосовой цигун вот примерно в этом ключе мы будем давать правду чтобы снять какие-то моменты зажима это один момент потому что и задний накопилось и сейчас столько накопилось да второй момент это чтобы дмитрий уже говорил об этом если вдруг не будет красок или еще там кистей вообще мы рекомендуем взять пожарный набор себе сделать маленький какой-то такой наборчик чтобы на худой конец карандаш был но тем не менее но если ничего нет под рукой то это очень эффективный и такой творческий инструмент чтобы снимать убирать стресс потому как ну амплитуда стрессов она похоже все больше и больше и сейчас вот я по себе заметила и по группе потому что ну реально там уже заживое потому что у кого-то там сын 20 лет у кого-то там еще что-то и все вот это навалилось в один момент и и и вот тренинг и вот такой вот беззащитный человек и как как голос и но и творческий поток само собой потому что мы там работали вот со своим внутренним дитя делали и много чего туда как голос дает эффект раскрепощения расслабление внутреннего и насколько меняется тут же состояние причем в очень цепно того стрессовой ситуации поэтому мы этот инструмент включили вот по этим двум причинам что во первых это эффективно во вторых очень быстро взаимодействовать с телом так как голос это наша ну родовая сила в общем-то внутренняя с ним мы родились с голосом и первый голос вот голос голосение как раз первый голос когда вдох делает малышка здесь мы дадим в арт-терапии как некий элемент не конечно не погружение вот татьяна на два голоса в анапе было два таких тренинга прошла конечно погружением это работает но как бы не то что там эффективнее но но там можно много проработать огромнейшие пласты это это точно но то что мы хотели вам дать ребята но вам уже позволит сейчас какие-то моменты даже ну переработать и прикоснуться к тому чему не прикоснешься больше ничем как только голосом но и давать конечно мы будем это какой-то таком тихом диапазоне чтобы мы работали во внутреннем пространстве потому что наверное не каждый может чтобы родственники что не подумали а так не все это имеет возможность но этими инструментами можно пользоваться и в метро там и где вы там не находитесь можно вообще бесшумно работать по своему опыту если поделиться когда прошли на тренинг я я прямо честно была удивлена что настолько долго держится вот это вот состояние раскрепощения внутри что нет препонов какой-то таких проточностей хотя эмоционально не скажу что было легче но там события совалились и валились и приходилось это проживать приходилось это принимать